Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. В продолжение нашей конференции хотелось бы остановиться на лечении уротелиального метастатического рака и хотела бы начать с голосования. Скажите, пожалуйста, какой стандарт первой линии лекарственной терапии метастатического уротелиального рака на данный момент? Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Второй вопрос для голосования. Какой процент больных уротелиальным раком не могут получать с плотин, содержащей терапию? Как Вы думаете? Все верно. Аудитория прекрасно осведомлена о статистике лечения уротелиального рака. Ну и перейдем уже к теме. В настоящее время около 95% уротелиального рака занимает опухоль мочевого пузыря. У 10% пациентов заболевание уже диагностируется метастатической форме. И, к сожалению, пятилетняя выживаемость при распространенном уротелиальном раке составляет всего 6%. В настоящее время в арсенале у онкологов имеется арсенал химиопрепаратов. И в связи с развитием направления иммунотерапии добавились также иммуноонкологические препараты. В настоящее время стандартным подходом лечения первой линии уротелиального рака, конечно же, в первую очередь, это химиотерапия. И она не уступает своих позиций. И те пациенты, которые не могут получать химиотерапию со сплотином, для них разработаны в результате современных исследований иммуноонкологические препараты. Вторая линия терапии включает в себя иммунные препараты, а также монохимиотерапию. Начнем с первой линии терапии. Да, конечно, химиотерапия является основополагающим методом лечения метастатического рака, уротелиального рака. Однако основные схемы, которые мы используем в нашей стране, особенно это гемцитабин со сплотином. Также возможно использование гемцитабина карбоплотина. Но мы видим, что насколько использование цесплотина позволяет увеличить как одногодичную выживаемость на 26%, так и частоту объективного ответа. Эффективность схемы гемцитабина со сплотином и схемы МВАК сопоставима с возможностью достижения общей выживаемости до 15 месяцев. Существует препарат Винфлювин, который используется во второй линии, его возможности достижения общей выживаемости до 7 месяцев. Но, как мы видим на данном слайде, к сожалению, половина пациентов, 50% пациентов, не подходят для терапии со сплотином в связи с низким соматическим статусом, снижением почечной функции, потери слуха, периферической нейропатии, сердечной патологии. И мы видим, что только 20% пациентов могут получать химиотерапию на основе со сплотина. У 50% химиотерапия совсем не используется. Что можно предложить таким пациентам? На основании современных исследований иммуно-онкологических препаратов, таких, как, например, Кейнот-052, где изучался препарат Пембролизумаб в дозе 200 мг 1 раз 3 недели у пациентов, которые не были кандидатами для химиотерапии со сплотином, первичной целью которого являлся уровень объективных ответов в общей популяции при гиперэкспрессии ПДЛ-1. Характеристики пациентов мы видим на данном слайде. Основной группой, конечно, составляли пациенты причины, которой был отказ от цесплатина по общему статусу и по дисфункции почек. И мы видим, что в результате этого исследования достаточно блестящие результаты у пациентов с высоким статусом СПС. Мы видим, что при наличии СПС больше 10, возможно достижение общей выживаемости 18 месяцев, что в 2 раза выше по сравнению с низким СПС. А также у каждого пятого пациента отмечается полный регресс. Это наглядно показано на данном графике. Разрыв графиков с низким и высоким СПС. В заключении этого исследования был сделан вывод, что до опембролизумаб возможно назначать первой линии лекарственной терапии у роталиального рака у пациентов, не подлежащей статусной терапии, с возможностью достижения общего ответа до 50% и двухлетней общей выживаемости 50% у пациентов с высоким СПС статусом. Следующий препарат от эзолизумаб изучался в исследовании МВИГОР-130 в комбинации с химиотерапией в монорежиме у пациентов, не подлежащих также химиотерапии платиносодержащими препаратами. В результате этого исследования было выявлено, что комбинация с иммуно-онкологическим препаратом достаточно эффективна по частоте объективного ответа и по общей выживаемости с возможностью достижения общей выживаемости с медианой общей выживаемости до 16 месяцев. И у пациентов с высоким статусом ПДЛ медиана выживаемости не достигнута. Здесь непрямое сравнение объективных ответов, однако мы видим, что использование химиотерапии в первой линии у пациентов для кандидатов для цесплатина, конечно, занимает лидирующие позиции с самыми высокими показателями эффективности, а у пациентов, не подлежащих терапии цесплатином, у пациентов с высоким ПДЛ-1, эффективность назначения пембролизумаба также показывает значительные результаты. В настоящее время идет исследование, изучение поддерживающей терапии пембролизумабом после 8 циклов цесплатинсодержащей терапии. И предварительные данные показывают, что возможно увеличение медиана общей выживаемости почти в два раза у пациентов с метастатическим ротулиальным раком. Следующий новый препарат инфортумапидатин, который направлен против негтина-4, у которого экспрессируется 97% пациентов. Также предварительные результаты первой фазы показывают значительное уменьшение размеров опухоли у пациентов, получающих этот препарат в комбинации с пембролизумабом. Исследование продолжается, будем ожидать этих результатов. В заключении первой линии, какие постулаты? То, что да, можно назначать иммунотерапию пациентам, не подлежащим химиотерапии цесплатином, и у пациентов с высоким ПДЛ-статусом. Для пембролизумаба положительным является экспрессия больше 10%, а для тезолизумаба больше 5%. Что касается второй линии. Во второй линии также изучался пембролизумаб. В исследовании третьей фазы сравнивался пембролизумаб с химиотерапией по выбору исследователей, пациентов, прогрессирующих после одной-двух линий. И было выявлено, что наблюдение длилось около трех лет, и трехлетняя общая выживаемость оказалась в два раза выше по сравнению с использованием химиотерапии, как и время беспрогрессирования почти в четыре раза выше по сравнению с химиотерапией. Эффективность однозначно оказалась выше при использовании пембролизумаба с разницей на 10%. И те пациенты, которые ответили на лечение в виде полного и частичного ответа, они продолжают отвечать и жить дальше без прогрессирования. И, как известно, терапия пембролизумабом обладает меньшей токсичностью по сравнению с химиотерапией. И по данным этого исследования был сделан вывод, что пациенты, получающие пембролизумаб во второй линии, позволяют увеличить общую выживаемость, трехлетнюю выживаемость в два раза и частоту объективного ответа также в два раза. Исследование отезолизумаба в исследовании третьей фазы МВИГО-211, к сожалению, не выявило каких-то преимуществ данного препарата в сравнении с химиотерапией. Однако мы видим, что эффект токсичности отезолизумаба намного ниже, чем токсичность химиотерапии, что позволяет использование данного препарата при невозможности назначения химиотерапии. Проводилось исследование НИВУЛУМАБа, исследование второй фазы, исследование ЧЕКМЕ-275. Было выявлено, что использование НИВУЛУМАБа способствовало быстрому возникновению ответа, и ответ был продолжительным, медиана длительности ответа и пока не достигнута. И у пациентов с высоким ПДЛ-статусом эффективность, показатели общей выживаемости были, конечно, несколько раз выше по сравнению с низким ПДЛ-статусом. И НИВУЛУМАБ также изучался в комбинации с ИПИЛИМУМАБом у пациентов, у ротелиальным раком. И было выявлено, что назначение комбинированной иммунотерапии позволяет достичь очень высокой частоты ответов в группе комбинированной терапии, которая достигает максимума при гиперэкспрессии ПДЛ-1. И эти данные экстраполируются на показатели общей выживаемости. Но исследование продолжается, будем ждать окончательных результатов. Данные этих исследований отражены и в рекомендациях РУСКО в использовании как первой и второй линии, так и в рекомендациях АОР, где прописано, что назначение иммунных препаратов, таких как АТОЗИЛИЗУМАБ, ПЕМБРОЛИЗУМАБ и НИВУЛУМАБ во второй линии назначается после прогрессирования у ротелиального рака на фоне первой линии химиотерапии. И последний вопрос для голосования. У пациента 60 лет диагностирован метастатический рак мочевого пузыря с экспрессией ПДЛ-1.10%, анализа крови, снижение клиренса креатинина, также в связи с постоянным шумовым воздействием развил стугаухой второй степени, какой режим из ниже указанных считается предпочтительным у данного пациента. Хорошо, несмотря на то, что я так быстро доложила, у всех все уложила в голове. Спасибо большое за внимание.